Добрый день. С миром. Вот, это я Ваня, меня Ваня зовут, может помните? У нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Вот, звоню похвалиться. Смотрите, что мне прислали. В толковой Евангелии, в трёх томах. Да. А когда... А я попросил Елену Гладычуку найти, вот. Вот, она нашла. И там у кого-то нашла, там через кого-то. Вот, и прислала. И я думал здесь толкование только на Новый, ой, на Евангелие. А это, оказывается, на Новый Завет, на Весть. На Весть, с откровением. Впервые в мире вышел на полное толкование в одном комплекте. За 2000 лет. Это наше издание. Вот, я и смотрю, потому что я нигде не видел, чтобы откровение, да, вот. Сейчас смотрю по страницам. Сейчас, сейчас, сейчас. Скажу. Толкование на апокалипсис. Т314-я страница по 700. В общем, 400 страниц практически. Да, да. Это неверо... Ну, как бы, я такого нигде не видел. А я мечтал, чтобы вы получите вот сборник толкования. Геннадий Фаст, он же собрал, да? Да, да. И там ваши комментарии, чтобы это, вот, громить вот это, вот, про тысячелетнее царство. Я вот не переношу вот это просто. И я 20-ю главу выучил в электронном виде, да? Я его практически там наизусть знаю. Ну, толкование. А остальное даже не читал, как бы, вообще. То есть, ну, полный ноль. Вот. А мне еще никто не говорил, что здесь еще гравюры раскрашены. Вот. Гюставо Доре. Да. У меня есть... Вот, я показываю. Да, это наша работа. Мы раскрасили. Вот. У меня есть альбом, называется библейский альбом Гюставо Доре. И там в черно-белом. А я смотрю, в цвете, ну, вообще по-другому воспринимается. Как все ожило, знаете, как бы. В черно-белом, ну, как бы, ну, трудно, да. А вот здесь, как это все раскрасить, я не представляю. Как это вообще, как. Тем более, ну, там, понятно, как-то на компьютере, что-то это. Вообще, я не... Кто это делал, я даже... Ну, делал, там написано, кто делал. В самом начале. В конце, да? В конце, в конце. То есть, низкий им поклон, вот, сейчас скажу. Да, Дебунов Игорь, Ветхий Завет, а две сестры новые. Там написано, в конце, откройте. Да, Дебунов Игорь Владимирович, да? Да. И раскраска Игорь Владимировича по Новому Завету у Ногаева о точка В. Ольга Викторовна и Наталья, вот, и Наталья Николаевна. Да. Приходько и Наталья Николаевна, низкий поклон. Потому что, как такое, сколько это трудов, я даже... Ну, я когда не знал, как, я думал так. Вот, взять черно-белое, потом всю ее закрасить белым, найти художников, которые теперь нарисуют. И ко мне один ходил, только с третьей попытки он установил такую программу. И вот так... С третьей попыткой? Вот, вот, подробным образом. Он начинал это писать в моем доме. Это мое первое задание ему было, когда он обратился. И вообще, вот, что интересно, да, там, говорят, это, то, что, ну, что там, Игнатий, там, Лапкинс, это, хвалится, там, ну, туда, то, что он там любит похвалиться, то, что, ну, вот, то, что вы говорили про этот сборник, что такого никто никогда не делал, да? А я вот эти, да, а я вот эти книги уже 10 лет собираю, я никогда такого не видел. Ну, ну, правда. Понимаете, так, Иван, это ли говорят люди, у которых ничего нету? Пускай они просчитают Иакова 2.18. Иакова 2.18, да. Скажет кто-нибудь, имеешь веру, ты, а я имею дела, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. И все. Вот. А они-то ничего не могут показать, поэтому они дуются. Город на вершине горы, светильник на посвечнике, а что-то присвоил или что? Павел говорит, я более всех потрудился, более был в нужде, более в гонениях. Почему Павлу это не приписываете, похвалите? Я даю пример, что в настоящее время можно работать, ничего не имея, никакой поддержки, только от одного Христа. Вот. И, а я просто в книгах хорошо разбираюсь, я очень много книг собрал. И я вижу, ну как бы, и по качеству даже, вот, каждая закладочка там своего цвета, вот эта обложка, все продумано. Ну, я прям вчера взял, ну, на почте, и домой пришел, и как бы, ну, час не мог отойти, думаю, ну, как только такое сделать. Почему у меня не было, такого мне никто не говорил, а тем более издание-то 2009 года, да? Да. И вот это надо по всем православным этим храмам, чтобы стояло на самом видном месте, да? А этого нету, это приходится искать только вот в Барнавуле. Эти книги видели в библиотеке у Путина, у Патриарха, да. Мы только за поездку, когда миссионерская поездка по Европе была, по Скандинавии, Прибалтике, подарили полный комплект моих книг, 38 томов. Он 750 евро стоит, 650 библиотек. Это нам обошлось 35 миллионов рублей. 120 тысяч километров прошли, это три года мы. Ну, они ничего не имеют, они показать не могут, а у нас тысячи выступлений были. Это никто в мире никогда не делал. Почему? А что они скажут? Вы посмотрите, сколько тут шрифтов разных. Слово вопрос, и как он там ставится. А еще мне понравилось, что именно ваши комментарии, выделены в отдельное оглавление, на тему. А я же вам выслал, на три тома все отдельно выбранные. Да, потому что, бывает, люди не имеют возможности там все подряд читать, а им надо именно вот на эту тему. Вот это я выбрал, выбрал из трех, и в одно место сложил пятый том. Вы получили от меня это, да? Не, не, а эти комментарии вот здесь вот, они прямо в этом, вот здесь. Нет, нет, комментарии, которые я отдельно вам выслал, вот здесь. А, в электронном виде, да, да, получил. И они выбраны из трех томов. Да, 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 да. 400 комментариев. С комментариями никогда никто не издавал за 2000 лет. Никто не издавал. Так, а закладочки, посмотри, какие они. Красные, синие. И желтые. Белые, так как желтые. Это, я влюблен в российский флаг. Потому что он является проповедью. Ну, в общем, я вообще, я уже друзьям всем разослал. Говорю, смотрите, там верующие, неверующие, без разницы. Смотрите, говорю, какие книги, говорю. Потому что, ну, такое вы больше не найдете. Гравюру где вы найдете? В цвете. А вы видели? Кругление корешка сделано. Это высший класс. В Америке получили. Говорят, у нас такие книги никогда не издавали. Даже в Америке. Видите, она как. Поразительная. Не просто обрезанная. Но. Это второй том, я уже вижу. Синий, значит, второй. Да, да, точно второй. И, главное, в каждом томе одинаковое число страниц 752. Да? Да. Вот в чем дело-то. И там еще помещено в конце достоверное ли Евангелие профессора Владимира Филимоновича Марсенковского. О, точно, 752. А вы найдете в конце. Я не знаю, сейчас во втором том томе или где. Все одинаковые, я не знаю. Это знаете, сколько время прошло? Какие буквы на заголовке? Мы ездили по типографиям, везде советы спрашивали у директоров-то. Вот как сделано. Это в первом томе Марсенковский? Да. Да, достоверное ли Евангелие? Да. А еще мне передали вот такое вот. Раздают ли Евангелие для раздачи, да? Да, 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 да. И вот эти ваши вот визитки, я сейчас скажу. Дети, воспитанные в Христе, вот единственная национальная идея, которая могла уподнять Россию и сделать ее великой и славной. Да. Вот. И отзади ресурсы вон. Но хорошее? Вообще, я говорю, я всем раздам, говорю, да и в Можайск будет знать. Вот и вон, это Господь делает вам такую радость сразу. Вы ближе, когда беседуете, тут меня, я на работе много, с Вячеславом. Новый человек помогает, здесь, Николай Сироткин. По электронике, наши ресурсы все улучшает, чтобы они доступны были с любой позиции, с телефона и везде. Равных нашим ресурсам нету нигде, даже близко нету. Я отмечаю на сайте на 4124 вопроса. 4124, да? 4124, 55 папок. Вы посмотрите там, что на... А то у меня руки такие, я сегодня брал черноплодную рябину, не могу отмыть. Вот она очень, когда горло болит, очень помогает. Да, она сказала, что корень солодки помогает против вот этой заразы, которую распустили. Корень солодки? Да, корень солодки и черноплодная рябина. Это немецкие ученые все разобрали. А еще вот я хотел спросить, мне друг подарил, как вы относитесь к этой книге? Подожди-ка, 100 глав. Ну как 100 глав. Собор русский, его отменили, главное, но он у старообрядцев сохранился. А мне вот друг подарил, чтобы я про бороду именно почитал. И там написано, что бритье бород себу женам лепа. То есть для... Ну, как бы для... Ну, я тогда бритой ходил, и вы мне тогда сказали, зачем вам две мамы в доме. И он мне тоже говорит, как бы, что... Ну, это баптист, сектант, как бы. И ладно, взял, но там некоторые есть хорошие вещи, интересные. Вот. Ну, некоторые трудно понять в нашем времени. Там тоже без толкования даже не разберешься, о чем там речь. Вот. А еще, знаете, я посмотрел ваше видео, там, Игорь Добунов, да, Игорь Владимирович. И вы... Это... Причем оно такое, знаете, не... Видео не очень известное. Называется «Беседа на некинонические книги». Вы там сидите вдвоем? Там часа над ванной. А, на час 33, по-моему. И там вообще у меня... Ну, это когда я... Я еще слышал, будучи баптистом, да, у меня так шаблон трещал, вот, ну, как бы, мои все устоявшиеся представления. Там такой треск, я не мог это выдержать, что... Как так? Только Писание, только Писание. А тут у тебя 15 книг, на которых Писание ссылается и которые утеряны, да? Да. И все вот это мой рухнул, вот этот карточный домик, моих представлений. Это я бы назвал видео, как его... Полтора часа, и ты бросишь свою секту, называется. Вот, и я взял вот эту Библию, вот эту, уже настоящую, ну, которая про вас... Да, 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 да. Кстати, вот, это Можайское издание, Можайский полиграф в комбинах. Вот. Здесь и вот эти родословные, все, 77 книг, 66 канонических там, и... А по благословению, на первой странице благословение еще на ней было? Патриаршая или митрополитная? Алексий Второй. Ага. Все это настоящее, все 77 книг. И что интересно, когда 77, а в аптестах царя 66. Да сама цифра-то настораживающая. 66, да. И тут написано Российское библейское общество, 2008 год, вот, 2008. Они помогали, помогали. И вопрос такой вот, там есть маковейские книги, ну, они, ты их читаешь, как бы, они как исторические, как книги царств, там все понятно, да? Да, да. А есть, а есть вот книги, которые пророческие, как бы, ну, не как бы, а пророческие. И их вообще ничего не понятно, о чем речь, о чем, какие пророчества, где толкование, чего, вот. А хочется же понять, да? Вот, где это можно поискать, может быть, вы знаете. У Лопухина есть, у Лопухина. Дело в чем, там пророчества, главное, третья книга Ездры. И когда я нашел толкование, просчитал, оказывается, все это в прошлом. И поэтому я ее отложил. А в прошлом мне зачем? Будущего там нету. А, там нету, да? Это уже было. Да, все, все. Я не толкую, но я когда просчитал, я вполне согласился. А, все, тогда, ладно. А то там такое все сложное, и иногда даже кажется, что... Нам нужно пробуждать сердца людей. Быть трубой на горах высоких. Вот, да, да, да. Вот, а еще вопрос, что... Знаете, вот молитву вечернюю же читаем, когда вместе там по скайпу. И там молитва к кресту, да, молитва к кресту. И там слова такие, о, причестный, же творящий к кресте Господень, помогай, мисси, святой Дев, госпожа Богороди, со всеми святыми во веки. Аминь. Вот обращение к кресту, да, и, ну, бывает, сектанты пеняют, что вот, смотрите, там, это как идет обожествление дерева или очеловечивание, да? Ну, понимаете, о чем речь? Я понимаю. Дело в том, что они ограничены в мышлении своем, шаблонно. Крест прообразован был чем, я спрашиваю. Допустим, вот, займите позицию баптистов. Я буду разговаривать как с баптистом. Я говорю, вы верите, что в Ветхом Завете приносили жертву? Ну, да. Но жертва ягненок указывала на Христа. Согласны? Ну, 1,29 Евангелия Тиана, Иоанн Креститель говорит, вот, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Да. А его приносили в жертву на чем? На жертвенники. Значит, а жертвенник что прообразовал? Крест. Ну, понятно, крест. Его на крест положили и прибили. Это жертвенник его. А теперь мы считаем в Ветхом Завете. Пророк говорит, жертвенник, жертвенник, тебе говорю. Почему вы не прибавляетесь, что это Богом установлено? Как и животворенное. К косякам обращаются. Библия говорит об этом. Жертвенник, жертвенник, он обращается к нему. А мы обращаемся к кресту. Крест — это жертвенник новозаветний. Там написано, освящай его семь дней, и кто прикоснется к жертвеннику, освятится. А наш жертвенник освящен кровью Иисуса Христа, не кровью Агнца. Как мы должны его почитать, этот жертвенник? Так. А где вот это обращение жертвенник, жертвенник? А вы не знаете где? Не, не. У меня закрытое здесь. Сейчас кончим говорить, я сразу зайду туда. Скиньте, да? Да. Все, понял. А еще, знаете, я тоже в псалтере такое встречал. Хвалите его все звезды и луна, хвалите его все ангелы света. Это один из последних псалмов. Это же тоже как бы получается такое, да? Обращение к неживой природе, прямо. И звезды, и луна, и горы, и все поминается. И рыбы великие, и малые. Нам не надо мудрствовать, потому что вся природа настроена на Аллилуйя. На хвалу Господа. Вот. А еще вопрос тоже. Я же вот беседу имел вот там с баптистами, да, с братьями. Вот. Ну, вы, может, слышали, я не знаю там. И, ну, в итоге что получилось? В общем, такое... Ну, как бы начал я за церковь. Что такое церковь? Почему мы вообще имеем право церковь называться? Ну, не закончил, потом плавно перешло, что они приняли лжеучение еретика Цвингли, да, который сказал, что причастие — это не тело и кровь Господня, а символы и знаки, да? Да. И у них на каждой вот этой вечере обязательно пастор должен добавить, вот перед нами эти символы, эти знаки, давайте молиться над хлебом. Эти символы, знаки постоянно повторяют. Каждый раз. Вот. Я говорю, ну, вы понимаете, что церковь до 17 века всегда верила в тело и кровь, да? А тут какой-то немец, там, швейцарец, там, вылез, и он такой самый правильный, типа, вся церковь не права была, и почему мы должны принимать это лжеучение немец, там, своим плотским умом, там, или швейцарец, я не знаю кто, вот это все извратил, да? Почему вы это приняли вообще без... И даже не хотите понять, как верили первые, там, какой-нибудь поликарп смирский, да, мученик, или... Нет, вы знаете, Иван, подожди, вы делаете так, рассуждение они не принимают, там, поликарпа, никого. Скажите, вы верите Библии до конца, что это от Бога, Бога духовновенно? Писали святые божьи человеки, будучи движим духовным, верным. Теперь открываем прища Соломона, прища Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто, не прибавляя к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Где вы начали? Он взял хлеб, преломил, и говорит, сие, сие, вот это, есть тело мое, где символ? Брал вино, а подает, и говорит, сие, чашек, крови моей. Где вы взяли слово символ? То вы добавляете, вы лжецы, и не видавьте им царства небесного. Вот, и я потом перешел на Библию, говорю, вот смотрите, да, Христос прямо говорит, что это не образ тела моего и не символ крови моей. Он говорит, что это сие есть тело и кровь моя. А дальше читаем от Иоанна, там целая глава этому посвящена, забыл какая, 18-я, что ли, глава, где говорит, что кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, прямо вот так вот сказано, тот не будет иметь в себе жизни, ибо плоть моя истинно есть пища. Как тут можно символически толковать? И кровь моя, говорит, истинно есть питьё. Это невозможно символически, говорю, толковать, надо принимать верой. А дальше виновен будет против плоти и крови, кто недостойно причащается, не против хлеба. Не против хлеба, да, я говорю, как можно быть виновным против хлеба, да, если это у вас, как можно быть виновным против крови, если у вас это всего лишь хлеб, да? Да, 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 да. И после этого у них все взорвалось, как бы, они меня еретиком обидели. Ну что ж ты, все вывернутое. И дальше последние аргументы у них пошли. Ну вот там, что православные попы такие, церковь, пьяницы, туда-сюда. Ну я напомнил, что Баптист этот, сбросил две атомные бомбы. А вы скажите, Ветхий Завет был тенью будущих благ. Что означает число 16 глава? Про что говорится? Дафан. Дафан, да. Самое строгое наказание. Самое строгое за отступление. Наказание, да. Да. Живем в ад. Я этим говорил, да, вот это, про Корею, да, фан Аверона, да, что... И также напомнил им послание Иоды, да, что... Те, которые от единства веры себя отрезают, и наследники Кореи, да, это же православие. Конечно, конечно. Вот, ну а в итоге, как, говорят, ну все, мы тебя там на отлучение поставим, туда... Ну я говорю, ну я сам себя, как бы, не хочу быть уже больше... А от чего отлучать-то будете, когда вы не церковь? Вам отлучать-то не от чего, скажи. От чего? От своего заблуждения? Ну да, от своей организации, которая там неизвестна... Ну я им про Джона Смита сказал, они говорят, да мы раньше там, ладно, баптисты там... С Томасом Мюнцером, который... Крестьянская война, и Лютер назвал их сектантами, это не православных сектантами назвали, а Лютеру, но они ничего не знают. И то, что вы про них говорили вот в этом видео с Игорем Добуновым, да, про неканонические книги, характеристику давали, что они ничего не знают ни по истории церкви, а просто... И даже и не пытаются узнать. Это все правда оказалось. Вот. И... Ну в итоге получается, что... Как... Получается, что... Ну я ушел, пошел в православный храм, говорю, давайте мне, где батюшку тут? Мне надо принять еретика, да, баптиста, как-то. Вот. И... А там был... Привезли поезд Богородицы, вот, там туда толпа народу была. Ну, я отложил на следующий раз. Вот. И потом местному священнику звоню, говорю, вот так и так, он говорит, хорошо, там, ладно, договоримся на субботу. А в субботу звонит, говорит, ну вот, я поговорил с митрополитом, он какой-то твой телефон передал какому-то священнику там в 40 километрах, и он тебе перезвонит. Вот. Так мне никто и не перезвонил, в общем, все про меня забыли. То есть я до сих пор как бы к церкви не присоединился. Я в подвешенном состоянии. Вы готовьтесь на лето приезжать к нам с Вячеславом. На лето? Ну, на лето, летом. А, ну... У нас будет 10 июля крещение. 10 июля. Ага, 10 июля. Понял. Ну, вот так вот. Вот. Ладно. Пока это тогда все, все мои эти вопросы, там, все, что хотят. Все, благодарю. Так, ну, с Богом. Все, с Богом, благодарю. Слава Христу. Радуйся. Слава Христу.